Сегодня мы продолжим наш разговор об удивительных свойствах песка и других сыпучих материалов, которые мы начали в нашем ролике «Давление песка». Стальной шарик спокойно лежит на поверхности песка и не проваливается. Но если поднять его чуть выше и отпустить, то шарик тонет в песке и образует кратер, подобный кратерам на Луне. Быть может, именно так образовались эти кратеры под ударами метеоритов. Давайте посмотрим на это явление в замедленной съемке. Во все стороны от шарика разлетаются песчаные брызги. Песок ведет себя, как вода. Но затем шарик остается лежать на дне кратера. Песок ведет себя, как твердое тело. Такие опыты делались достаточно давно. Но в 2000 году двое ученых из университета Иллинойса решили заменить обычный речной песок мельчайшими стеклянными шариками диаметром всего в одну десятую миллиметра. И они обнаружили, что такой песок ведет себя совсем по-другому. А в 2012 году исследовать это явление было предложено участникам международного турнира юных физиков. Именно тогда мы и узнали об этой задаче. Стеклянных шариков у нас не было, поэтому мы решили провести наши эксперименты с еще более мелкой пищевой содой. Сода очень гигроскопична, поэтому приходится прокаливать ее на сковородке. После этого соду можно засыпать в стакан, в который будет падать стальной шарик. Поставим стакан на место, подвесим шарик к электромагниту и пуск! Все произошло так быстро, что мы ничего не успели заметить, так что этот опыт точно нужно смотреть в замедленной съемке. Шарик падает, и сначала мы видим обычный всплеск, но потом из него вылетает высокая тонкая струя, которой не было в опыте с песком. Она обрушивается вниз, и кажется, что все закончилось. Но если немного подождать, то появляется второй всплеск, совсем невысокий. Каждый, кто бросал стальной шарик в воду и видел получающуюся при этом кумулятивную струю, сразу скажет, что и в соде мы видим что-то очень похожее. Давайте посмотрим на это явление в замедленной съемке. Когда шарик пробивает воду, за ним остается большой воздушный колодец. Дальше стенки этого колодца схлопываются и формируют вылетающую вверх кумулятивную струю. О таких струях мы рассказали в отдельном фильме, и советуем вам его посмотреть. Потом струя падает вниз, и наконец вверх всплывают пузыри из воздуха, который шарик утянул вслед за собой. Действительно, все получилось очень похоже. И очень хорошо, что мы можем заглянуть внутрь воды, потому что внутрь соды просто так уже не заглянешь. Но остается вопрос. Почему, когда мы бросаем шарик в соду, у нас получается высокая кумулятивная струя? Такая же, как и при бросании шарика в воду. А когда мы бросаем шарик в песок, никакой струи нет. На этот вопрос ответили ученые из Нидерландов в 2007 году. Они поместили свою установку под вакуумный колпак и начали откачивать воздух. И чем меньше становилось давление воздуха, тем ниже получалась кумулятивная струя. Ну а в полном вакууме никакой струи не возникало вообще. Отсюда они сделали вывод. Струя – это не только взлетающие вверх твердые частички, но и захвачены этими частичками воздух. И эта воздушно-пылевая смесь движется как единое целое. Именно поэтому сода в нашем опыте ведет себя очень похоже на воду. А частички песка слишком крупные, и их увлечь воздухом не удается. А теперь, если вы внимательно смотрели наш фильм, вы легко ответите и на заключительный вопрос. Откуда взялся тот вторичный слабый всплеск в конце нашего опыта с бросанием шарика в пищевую соду? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин